Здравствуйте, товарищи, с вами. Вновь сет. Это вновь безумный Mass Effect 3. Собственно, продолжаем проходить. Кстати, у Арии не стоят зажигательные патроны. Вот такая неудача. Где они? Они где-то далеко. Они красненькие показаны. Типа я их не могу включить, потому что они уже включены, но они, как вы видели, были включены только у меня. Итак, что мы здесь видим в этой клаке, в которую мы спустились? Ну, не просто, что так тут ролик идет. Наверное, что-то ценное должно. Да. Найрин, если не ошибаюсь, ее зовут. Покажись, show yourself. О, духи, кого я вижу? Ариат Ло. Найрин, а ты здесь что делаешь? В основном, играя в кошки-мышки, пытаюсь выжить, если бы не эти туннели. Мои туннели, здорово, что показал их тебе. Если бы не показало, то меня бы уже давно убили и поймали. Кажется, ты со многими делишься своими секретами. Это не так, капитан. Ария хранит секреты лучше, чем все, кого я знаю. Шепард, это Найрин Кантер, Рос, бывшая военная. Мы с ней давно знакомы. У меня много вопросов, мы с ними придется подождать. Иди за нами, мы отведем тебя. Что-то туда. Ну, в общем, к базе, наверное. Ну и как видите, это первая женщина-турянка в игре, которую показали. Ю-ху! Им понадобилось всего лишь три части и два DLC. К третьей части. Чтобы первый раз показать нам турианку. Вот так вот, если задумываться. До чего же не продуманная эта вселенная. То есть, мы не видели, я не знаю, батареанок, пап борча. Хотя, может, борча почкованием размножается или типа того. Кроганши увидели первый раз только в третьей части. Ну, это типа обосновывается как-то. Мол, Кроганы, они прячут своих женщин и все такое. Не хотят, чтобы их видели другие. Потому что у них женщины это редкость. Особенно те, которые могут рожать. Но вот про турианцев-то ничего такого сказать нельзя. Я за тобой возвращаться не буду, так что не отставай. Не беспокойся, в моих интересах держаться поближе. Ну и что это значит? Новый член команды. Ну, во-первых, то, что нужно ей дать зажигательные патроны. Так, почему ты вернулась, Ария? А во-вторых, то, что надо ее прокачать. Чтобы взять то, что принадлежит мне. Тоскуешь почему-то. Не почему-то, по всему. Вроде бы она то сказала, я не читал. Но она сказала everything. Ну, так. Значит, отряд. Посмотрим, что у нее есть. Воспламенение. Уже неплохо, перегрузка. Отлично. Она мой личный гарус считает. Только вместо оглашающего выстрела воспламенение. Абиотический щит это дерьмо. Гранаты это дерьмо. Фрианская охотница. Это не дерьмо. Да, ну как-то так я ее раскидал. В общем-то. Да. В принципе, неплохие у нее способности. Только КД довольно большой. Так что. Не все может быть гладко. Ну и гранаток у нее про запас нету своих. Хоть я и прокачал. Так, я включил ей. А что у нее из оружия, кстати? Пистолет-пулемет. Ну. Ладно. Модулей на нем нету. Так что используюсь с штурмовой винтовкой. Главное, чтобы мой зажигательный модуль на нее работал. НСМ Валькирия, кстати, неплохая пушка. Если нету Мотыги, то Валькирия вполне может ее заменить. Примерно имеет те же самые принцип действия. Только она стреляет по два патрона за раз. Ну, то есть не вот так, а вот так. И в принципе неплохая. Только целиться ей не так удобно. Вот если у Мотыги вот так вот делают два выстрела практически в этот, то, ну, в одну точку, то Валькирия, она их вот так вот примерно делать будет. Ну, то бишь, Мотыга опять-таки лучше оказывается. Но чисто для целостности картины можно взять и Валькирию, потому что... Ну, это типа оружие Н7 и все такое. Ария, ты была права, на нас напали. Что с флотом? Идет высадка в бункере. Не подпускайте врагов. Все заблокируйте сейчас. Сейчас же закрыть кермат двери, закрыть кермат двери. Так, ну, тут мне дают возможность Найрин снарядить хорошими пушками. А, пищи пистолет. Блин, ну, придется снаряжать ее пистолетом. Не знаю, коготь никогда не пользовался. Просто у пистолета есть такая вот штучка, которая повышает урон от умений на 15%. Потому что надеется, что сильно задамажит на безумии напарник. Давайте ей Валькирию, кстати, дадим. То, что напарник сильно задамажит на безумии, ну, глупо надеяться на это. Как-то так. А теперь уберем ее из рук Валькирию. По одной простой причине. Мне нужно, чтобы она умениями дамажилась сильнее. Уж урон от оружия я беру на себя. А вот урон от умений все-таки. И мои напарники должны немного наносить. Так, а подождите, а куда идти? А, вот я ими шоу. Или я пришел отсюда? Хрен его знает. Вроде нет. Точно нет. Так. Брей, почему орудия не работают? Там адрес. Что-то им мешает, попробуем узнать. Отлично, отлично. Это стекло. И оно не разбивается. Так, защитить наземный отряд. Так, нужно для начала сломать генератор щита. Потому что это будет бесполезно тогда стрелять по Атласу. Так, ну ты еще кто такой? Дышь, птицы. Мешаются мне тут всякие. Моя цель Атлас уничтожить. А где он? Что? Куда он делся, блин? Дерьмо. Гребаные гранаты. Как быстро они умирают. Справляемся. Справляемся. Кто Атлас уничтожил? Вот в чем вопрос. Здесь инженер Церберов сломывает орудия, выводит их из строя. Мы его найдем. Обязательно. Так, а где он есть-то? Он... Он слева, по-моему. А, нет, он справа. Как интересно. Значит, мне надо сюда прийти. Это все? Орудия инициированы или что она там сказала? Орудия инициированы. должны быть вредны. Поехали. 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 Че, блин, меня херачат. Не приятно. Фокусы на Атласа. Фокусы на Атласа. Ёб твою мать. Ну, они сломали единственное нормальное укрытие. Ну, не сломали, они гранатами закидывают. Зато я могу похилиться. Смотрите-ка. Так. Да, блин, она тратит свои способности. Я не хочу, чтобы она их тратила. Падла. Глупая женщина. Мне вообще не нужно, чтобы она сама без разрешения тратила. Ну, уже. Блядские. Сволочи. Так, пойду я отсюда, короче. Со всеми гранатами, с имовыми гранатами. Вот зато умный же сервер. Просто ненавижу. Долбанный сервер. И Атлас заходит в дымовые эти. Что ж за мерзкий упырь? Ну, ладно, разобрались с ним. Где тут еще любители сервера? Что-то им там придется заряжать вручную. Я не понял, почему она из укрытия решила выйти. Смотрите, поднасрал перед смертью и успел все-таки кинуть эту гранату. И теперь я не могу целиться. Ну, что за мерзость? Так, управление орудием. Ну, блин, я не могу перепрыгнуть через скамеечку. я не могу пройти вперед, потому что один упырь и опять он все со своими гребанными дымовыми гранатами. Гребаные укрытия. Ай, они просто дрочат меня, короче, как вы понимаете. Еще управление орудием, да, как мне сделать? Надо просто подойти и нажать. Если все не на одну кнопку делалось, все это было бы намного проще. Но нет, надо сделать так, чтобы это все с помощью одной кнопочки прилипалось к укрытию и все остальное и бегалось на одну кнопку. Я тебе другой пистолет дал, глупая Туриан. Странные пушки на самом деле у Цербера, у них должны быть разорители, а у них какие-то пукалки маленькие, как вы видите. я не понимаю, почему им разоритель просто не дадут. Ну и сейчас мясо будет. Собственно, мясо это одна из причин любить масс-эффект. Они не боятся кровь. И рейтинг в игре не PG-13. Это, кстати, радует. Ну, в принципе, если в игре есть секс, то убирать кровь, в принципе, смысла нет. Они задержат солдат генералу на какое-то время. Команде бункера убрать мост и отпустить термодверь. Итак, что? Да, все в кровище. Как бы сказала доктор Энн Брайсон, мне кажется, они умерли. Ну и загрузки в стиле второй части, хотя они не совсем в стиле, там больше схематические загрузки были, а здесь немножко не такие. А людей в подчинении у Арии, я так смотрю, нету. Одни Азари, батарианцы, да эти, соларианцы. Людей, что-то я вообще... А, нет, были люди, да, помню, в этой эвакуационной капсуле. Ария, я знаю, что это настоящая крепость, но будем ли мы в безопасности здесь теперь, когда генерал что-то там знает. Возможно, было безопаснее прятаться дальше. Вы знаете, что я не люблю допущения. Кстати говоря, Найрин, ты покидала Омегу, в сторону меня разослившейся, удивлена, что ты вернулась, объяснишь, почему? На самом деле, я не покидала Омегу, пришлось постараться, чтобы скрыться от тебя. Меня обмануть непросто, поздравляю, но зачем? Просто я не могла уйти, теперь думаю, что нужно было себя заставить. Ты всегда говорила, что я тебя погублю. Откуда нам знать, что она не работает над Сербер? Ну, это просто невозможно, я давно убедила, что Найрин физически не способна на предательство. Капитан, торчение Цербера на станцию противозаконно, нужно прогнать захватчиков. Это всего лишь слова. Осторожность оправдана, капитан. Спокойно, Найрин, я знаю, что ты с нами, твои боевые навыки слегка запылились, но ты все равно ценное приобретение. Поговори с моим дежурным офицером. А, собственно, Брэй, присматривай за ней. Он уже там сигаретку скуривает. И что-то мне подсказывает, что это не Мальбор, а самокруточка. Ладно, Шепард, пора поспешить, мне не терпится что-то там сделать. А я додумал, ты попитаешься меня переделать. Из-за этого бункера мы можем получать разведданные и контролировать большую часть станции. Я буду признателен, если ты будешь приглядывать за операцией и проследишь, что все идет по плану. А ты чем займешься? Проверю свое войско, узнаю, многим ли удалось перешить штурм, потом начну планировать атаку. Это много времени не займет, когда будешь готов присоединяйся ко мне в культу управления. Ну и тут мы, собственно, должны поболтать со всеми. Ну че, где тот батареанец, который «Йо, Шепард, хотел бы я посмотреть на все эти типа штуки». Цербер знает, что мы здесь, будем устанавливать что-то там боевые хреновины, всякие. Окей, это и дело. Human, Шепард. Смотрите, людей просто вообще по минимуму. Одни ворчи и батареанцы. Кстати, ворчи в броне, вы видели? А, не, он не в броне, он. Он обгоревший какой-то. Ворчи негр, вы знали, что бывают ворчи негры? Ну, это определенно нестандартная моделька, то есть, ее не было во второй части. Ну-ка, много здесь таких уникальных, индивидуальных? Борчи. Батареанцы все как один. Вот это вот больше похоже на стандартных. Я на самом деле не помню, стоит ли у меня HD-пак для DVC-Omega для цитадели, я точно не поставил, потому что он весил там два с лишним гига, и я просто не стал запариваться. Хотя, наверное, перед выполнением я поставлю, если не забуду. Потому что ну вот на Омеге видно то, что стоит DLC-шка, смотрите, например, на Ворчи, например, ну, очевидно, что это нестандартные, неродные текстуры. Слишком четко их видно. Уделите мне минутку, в чем дело? Мне поручили расширить влияние этого командного центра на функциональные структуры Омеги, я сломала систему наблюдения на некоторых палубах, подключилась какая-то неродная связь, бла-бла-бла. Короче, терминалы, надо для нее потыкать по терминалам. Такая побочная миссия. Найдя терминал и введя простой код, вы дадите мне доступ к нему, тогда я восстановлю управление над очередной станцией, короче. так, тут у нас Ария, нет, с ней я еще не готов говорить, тут есть еще что-то. Рюк, Рюк, ты слышишь меня? Она говорит рак, а не рюк. А вот и Найрин, вот еще один чувак, который даст мне побочную миссию, пытался что-нибудь придумать, но не получается, инвекторы какие-то, может их можно где-то на Омеге найти, если вам попадутся конвертеры Керри, тащите их мне. Вообще довольно, конечно, дурацко, это типа мы идем и пубочные миссии просто так раскиданы. Ария хочет поговорить с вами. Ну, можно посмотреть, например. Я сделал себе, кстати, этот смешанный, не только из Армакс Арсенала костюмчик, потому что один Армакс Арсенал, он все-таки дает некоторые бесполезные эти характеристики. Ну вот, грудь, например, дает боезапас, тоже не очень полезно на самом деле, но плечи вообще дают от Армакс Арсенал урон от выстрела в голову, что для меня не очень полезно. Руки, может быть, есть что-нибудь получше, урон ближнего боя, Армакс Арсенал опять-таки урон от выстрела в голову делают. Тут у нас выселение щита и тут у нас рукавицы Н7 просто ХП поднимают. Мне, в общем, нравится и Ханекидар. Думаю, ничего особо нового у меня тут не появилось. О, блин, с Нейрин даже поговорить нельзя. Ну, ладно, значит, походу, все, надо с Арией поговорить. Не надо с Арией говорить, ну, давайте. Ас, как обстановка, все системы работают, сейчас будет полная карта Омеги. Давай взглянем. Ну, давай взглянем. Ясно, силовые поля, которые мы видели, Шепард установлены повсюду. Генерал контролирует все подходы. А что с темными секторами? Многие секторы Амеги обесточены, спорю, энергия уходит на поддержание силовых полей. Найди источник, это первая очередная задача. И нам понадобится полный тактический анализ позиций Цербера. Шепард, у нас есть работка. Мы понесли серьезные потери, мы не наберем армию, которая сможет открыто бросить вызов Цербера. Значит, нужно найти союзников, только этим я и занимаюсь. Нам известно, что там еще действует банда наемников, когти противостоят захватчикам. И что это такое? Не лучший вариант, но больше никого у нас нет. Мы заставим их нам помочь, так или иначе. Совершенно верно. Извините, что перебиваю, в чем дело? Я отвлекся на минуту, чтобы разгрузить припасы, а когда вернулся, ты ее потерял. Все же заперто, она должна быть где-то рядом. Из бункера есть потайные ходы к остальным частям станции. К сожалению, Найрин про них известна. Проклятие, Брей, если бы только мне было кем тебя заменить. Главное, сейчас заручиться помощью когтей. Когда будешь готов, Шепард, встречаемся у выхода из арсенала. Не заставляй меня ждать. Да, я бы рад заставить тебя ждать, но я боюсь, что здесь мне делать-то особо нечего. Все миссии я уже взял побочные, так что... Но, кстати, не факт, что я их выполню все, потому что нужно внимательно бегать и осматриваться, а мне на запись не особо хочется просто внимательно бегать и осматриваться. Так, ну тут мы все уже... Это все мы уже проходили. Какие у тебя дела с этой бандой? Ну, взаимовыгодные отношения напополам со случайными, насилием. Я не замечала когтей Дамора, который случился в 2185-х. Твоя маленькая война против других банд создала своеобразный что-то там. Случайность. Блин, что своеобразно создала? Их вожак Дериус использовал ситуацию, и когти подмяли под себя значительную часть местного рынка наркотиков. Котики, наркотики. Мы их берем ради числа, а они на самом деле хороши? Или они на самом деле хороши? Они лучше обучечное мясо, мы используем их потому что больше никого нет. Каждый солдат знает, что он расходный материал. Именно, когти уже мои, только они об этом еще не знают. Оставь переговоры мне и... Так, сербер зашевелился, похоже, они собираются атаковать когтей. Как они узнали-то? Судя по радиопереговорам, их основная цель рядом. Возможно, это вожак когтей. Чтобы добраться туда, придется драться с сербером. Блин, шебард даже ничего не сказал, типа, отличный вид, когда Ария первая по лестнице ползала, или типа того. Даже как-то неинтересно. Так, капитан, подтверждаю активность сербера в этом секторе, и попробую взломать их систему связи. Добраться до территории когтей. Ну, я думаю, все уже поняли, то, что на Ариен связан с этими когтями. Ни для кого, наверное, не секрет. Вроде ничего не пропустил, просто в коридору пробежали, но мало ли, может, там в каком-нибудь углу в закоулке лежало какое-нибудь дерьмо. По одному из этих вент-каналов мы сможем попасть на территорию когтей. Терминал активирован, спасибо, это Танн, управление лифтом. Да, это для улучшения надо сделать, типа, это что такое? Так, а сюда нам нужно вообще пройти по итогу. Блок данных просто бабло. Блин, на самом деле, ради этого лифта спускаться, потом подниматься, потом куда-сюда. Да, а самое смешное то, что здесь улучшения абсолютно отстойные. Ствол с высокой начальной скорости. Два. Если бы было пять, я бы еще подумал, но два это того не стоит. Хотя, возможно, имеет смысл на самом деле убрать модуль с патронами с моей пушки, потому что я уже неоднократно говорил, что у меня патроны просто не кончаются. возможно действительно имеет смысл поставить больше урона. Ну, потому что даже если у меня кончатся патроны, я все равно смогу... Так, я взломал связь Цербера, подключаюсь, я все равно смогу пользоваться умениями. Цербер говорит, атакую противника, пришлите подмогу. Так, тут у нас что? Блок данных какой-то там не очень-то важный терминал. Энергии нет, рядом должен быть пульт управления генератором. Это он? Я сделал что-то с генератором. Похоже, они наблюдали за лагерями. Что это за дерьмо? Напоминает Пакмана, судя по графике. Ну, или какое-нибудь другое старое дерьмо мамонта. Шлюц. 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 Вон та башня. Нужный нам аванпост когтей. А мне нравится, кстати, Омега. Смотрите, какая забавная. Когти могут за себя, похоже, постоять. Конечно. Как иначе-то. Дай дураку оружие, он пойдет на архангела. Трофей. Как мне не хватает трофеев. Я такими темпами смогу, наверное... А я уже могу все три пушки с магазина спектра купить, на самом деле. Так, их силы прямо на вашем пути, кован фасту цербера. Адресты. Пробиться через ряды цербера. Ну, ничего удивительного в этом нет. Ну, кстати, ничего интересного скорее всего тоже. Ну, и что нам скажет раненый коготь? Спасибо, командор. Это все? Я ради этого только сюда пришел? Теперь под моим контролем оказалось 77% станции, капитан. Спасибо. Ну, это все, то есть? Это все данные, которые мне надо было? Нет, судя по всему, не все. 77%, а это был третий. Блин, а как это так получается? По 33, по 77. Должно быть 81%, если это, если их 5. Ну, будем надеяться, что я не пропущу остальные терминалы. Я думаю, что он один остался на самом деле, но 77% довольно странное число. Так, ну, а вот и когти, собственно. Это ваш последний шанс, ответьте. Интересно, почему инженер-то так делают? Допрашивают. Хотя, судя по всему, там все допрашивают. Бэк-офф. Ну уж нет. Ну, учитывая мои методы, то, как я разбираюсь с противниками, типа... ха, смотрите, у нее одна штурмовая винтовка за спиной, а другая... Да, я бы кинул туда гранатку, и вряд ли бы эти чуваки остались живых, так что... Хорошо, что не мне дали замочить этих пятерых церберцев. Займитесь ранеными и соберите все, что сможете. Вы слышали ли босса? Живее! Кажется, мы нашли в воржака когтей. Вот это да, Найрин, кто бы мог подумать. Ария, пришлось тебя обмануть, нужно было выяснить, какие у тебя планы. На нас полагаются жители Омеги, я не могла рисковать успехом операции. Необычная стратегия для уличной банды. Когда появился Цербер, когти были совершенно неорганизованы, и я задала им направление. С тех самых пор генералы охотятся за нами. Вот сейчас он атаковал один из наших аванпостов. Мне нужно было быть там. Мы закончили, босс. Хорошо, Ария, капитан Шепард, зачем бы вы не пришли, мой ответ нет. Будьте добры, покиньте территорию когтей. Мы пойдем за тобой. Поможем тебе что-то там... Блин, я вообще нечаянно нажал на диалог. Что-то там... Он не так терпелив, я еще и пропустил. Ладно, спорить некогда, помощь не помешает, идем. Блин. Жопа, я хочу загрузиться. Так, нет. Мы пойдем за тобой, поможем тебе за то, что ты потом нас выслушаешь. Он так же обходителен, как и ты, Ария. Но не так терпелив. Да, все-таки я правильно сказал. Но просто надо всегда поддерживать Арию в этом, фишка. С нашей прошлой встречи ты хорошо поработала над биотикой. О, ты заметила биотические гранаты. Тебе вечно все нравилось взрывать при малейшей возможности. Пойду потыкну по терминалам. Мало ли, может, хакеру этому недохацкеру смогу помочь. но похоже, что нет. Похоже, добираться до аванпоста как те, и мы будем пешочком. Я, похоже, пропустил опять терминал. И, похоже, я слишком часто говорю слово похоже. Ну, еще поделать. Еще поделать. Диалог в лифте будет, как в первой части? Нет? Обидно. Ну, ладно. Напоминает место сражения. Знаете, что я делаю в первую очередь? Гребаный генератор щитов. Вы мне будете только мешаться. Есть еще? Есть. Бастионы идут. Они уже им придумали имена? Ну, как ни странно, бастионы меня не сильно парят. Как и практически любой враг с броней. Как вы понимаете. Все? Бастионы кончились. Кажется. Судя по карте, во всяком случае. Трофейчики. Ё-моё. Вот Атлас это не бастион. Так, давай. Блин. Был немножко бесполезная граната. Ничего страшного. Я, кстати, тут есть ачивка. Ого. Нормально, Шепард. Как дела? Есть ачивка угнать Атлас. Я вообще не понимаю, как ее делать. Она у меня есть причем. Я ее как-то делал, но она не в Грисомской Академии делается, где ты в Атлас садишься, типа. И вообще без понятия. Все? Кончились, ребята? Возьму аптечку бесполезную довольно-таки. Ей я, вероятно, должен был уничтожить Ат. Что? А зачем здесь столько гидр? Тут столько врагов нету, сколько здесь гидр. Что-то странно. Один Атлас? Это же гидра. Ну да, гидра, она не такая мощная, как та хрень, которая в Левиафане была. Это стреляет таким кучей ракет, и они все взрываются, но на Атласа, по-моему, и одной хватило бы. Да, это генератор. Генератор. Я пытаюсь терминалы найти, может быть, я хоть раз выполню эту миссию полностью, потому что я всегда пропускаю эти терминалы. Предположительно, здесь замечены что-то там, когти, обеспечить сектор, всем подразделениям атаковать аванпост когтей. Ну да, я заранее в нее уже пытался стрелять, не получилось. Ну, здесь вей, так здесь вей, как вы понимаете, сейчас мы уже тут, я вроде бы первый шел, но она уже тут. Как вы понимаете, сейчас мы будем пробираться в темноте и будет саспенс Страшно, все дела Но будет он в следующем, как вы понимаете, видео А пока, если вам понравилось, вы знаете, что делать Группа ВКонтакте в описании, в нее вы можете вступить С вами был Сэт, до свидания